В копилке сборной Казахстана к этому часу три медали на Олимпийских играх. Одна золотая, две бронзовые. Спортсмены показали высокие достижения в пулевой стрельбе и дзюдо. Их результат помог нашей стране занять восьмую строчку в мировом рейтинге. Сегодня борьба за первенство продолжится в боксе, настольном и большом теннисе, плавании и бадминтоне. Отмечу, что всего защищащей страны в Париж отправились 80 спортсменов, которые принимают участие в 25 видах спорта. Аида Имманали расскажет подробнее. 26 июля в столице Франции стартовали 33-летние Олимпийские игры. Впервые в истории открытие проходило не на стадионе, а в центре города. Красочное шоу на реке Сена. Там же прошел парад спортсменов на лодках. Миллионы людей следили за праздничным событием в прямом эфире, в том числе и жители Алматы. На пяти оживленных точках города жители и гости имеют уникальную возможность наблюдать за Олимпийскими играми через большие лед-экраны, один из которых находится прямо за моей спиной. Сейчас каждая страна плывет по реке Сена на своей лодке под бурные аплодисменты. Я всем сердцем буду за них болеть, причем неважно какой вид спорта. Это вселяет определенную гордость за республику. Ожидания большие. Очень жду, что он принесет в наш сборный, принесет нам много золотых медалей. Серебро, бронза тоже будет прекрасно. Но, конечно, все мы надеемся на золото. К слову, первое золото в нашей копилке уже есть. Победа спортсмена Ельдоса Сметова стала поистине исторической, ведь первая медаль на играх в Париже стала и первым золотом казахстанских дзюдоистов за всю историю Олимпиады. С победой чемпиона поздравил и президент Касым Жумар Токаев. Он лично позвонил чемпиону и выразил слова восхищения и гордости. Следом за Сметовым отличился наш другой дзюдоист. Алматинец Гусман Кыргызбаев буквально вырвал победу из рук сербского соперника, завоевав бронзовую медаль. В поединке в весовой категории до 66 килограммов казахстанец одержал досрочную победу. С триумфом его поздравил Аким Алматы Ербулат Досаев. А родные и близкие собрались в семейном круге, чтобы вместе поболеть за Гусмана. Гусман этого часа ждал ровно 22 года. Мы всей семьей рады за нашего чемпиона. Отрадно, что в своей завершающейся карьере он поставил такую красивую точку, став олимпийским чемпионом. Я очень горжусь своим братом. Хотел бы поблагодарить всех причастных к его победе. Еще одну бронзу в общую копилку Казахстана принесли стрелки. В сборную по стрельбе с пневматической винтовки представили Александра Ле и Ислам Садпаев. В категории 10 метров среди смешанных команд они уверенно обошли сборную Германии со счетом 17-5, завоевав первую медаль для страны. Это невероятно, потому что я смотрела с самого начала весь эфир, смотрела, переживала. Думаю, хоть какое-нибудь место взял бы, думаю, и была бы радость у меня. И здесь я по результатам, по окончанию результатов я услышала, что третье место. Я обрадовалась, конечно, заплакали мы с внуком, с сестрой моей. Мы ждали этой победы, мы ждали. Впечатление, конечно, было потом уже, когда я увидела, что она все третья. Это тогда я уже взорвалась, и у меня было очень много эмоций, слез. Дочка единственная и такая сильная. Всего в борьбу за медали вступили свыше 10 тысяч спортсменов из более 200 стран. Состязания продлятся до 11 августа. Ну а мы продолжим следить за главным спортивным событием четырехлетия и болеть за наших. Аида Иманали, Алишер Иргалиова, Ганик Калов, телеканал Маты.